Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы с тобой покатаем зэков, поизбиваем людей, поднимемся в небеса, сразимся с монстрами, исследуем таинственный остров и снова встретимся с синим ежом. Поехали! Начнем мы сегодня с симулятора под названием 3D Prison Transporter. Здесь твоя задача управлять веселым грузовичком, который перевозит заключенных из одной тюрьмы в другую. Грузовичков, кстати, несколько и можно выбирать. Естественно, просто перевозкой дело не ограничивается. Эти ублюдки могут сбежать при любом удобном случае, так что таких случаев надо избегать. Как я уже говорил, это симулятор и напоминает он дальнобойщиков. Тоже нельзя коцать машину и нужно стараться не повредить груз. Ну и, конечно, тоже нужно просто ездить. Графон вот правда сосет, но если тебе дальнобойщики нравились, то есть шансы, что понравится и это. Вторая игра называется Fight Back. И это файтинг на прохождение. Сестренку большого крутого мужика похитили, и теперь он идет ее спасать, избивая по пути пачки разномастных врагов. Ну, ты знаешь, движешься по локации, вылазит порция мобов, избиваешь их, идешь дальше и так далее. Локации со временем становятся сложнее. Также есть режим на очки. Просто бесконечная кишка, по которой надо пройти как можно дальше и набить побольше очков, чтобы выпендриваться этим в соцсетях. Графика в игре хорошая, есть система прокачки героя. Ну и все так знаешь динамичненько. Так что играем. Но теперь пришла пора оторваться от земли и принести немного насилия в воздух. Игра Guardians of the Skies. Очередной авиасимулятор. Времена, правда, уже не поднадоевшая всем Вторая мировая, а вполне себе современное время. Кроме того, вместо истребителей есть возможность полетать и на военном вертолете. А разнообразие это всегда хорошо. Вообще, игра все же ближе к симулятору, чем к Аркаде. От тебя требуется правильно взлетать, садиться и маневрировать. Да и расстояние до цели часто бывает как в жизни. Игра выглядит качественной и однозначно должна зацепить любителей воздушных баталий. Ну а дальше Elmas Immortals Online. И это MMORPG. Притом есть в игре и режим одиночной кампании. Так что если ты без интернета, то тоже можно сыграть. В принципе, игра похожа на любую другую ММОшку в фэнтезийном сеттинге. Классы персонажей, сражения с монстрами, великое и наверняка очень древнее зло, угрожающее миру. В общем, все как обычно. И это все еще работает. Графика, кстати, впечатляет. Яркая, со множеством деталей. Визуально чем-то напомнила World of Warcraft. Что, кстати, тоже говорит в пользу игры. Кстати, есть еще и PvP-арены, где можно драться с чуваками со всего мира. Приятная игра. Может виснуть на старых девайсах, но вообще-то графончик это оправдывает. The Island Castaway 2. Так называется следующая игра. Как видно из цифры 2, была еще и первая часть, но ее я пропустил. Здесь тебе предстоит жить на острове, собирать всякие вещи и охотиться. Остров довольно большой и красочный, со всякой неведомой херней чуть ли не на каждом шагу. Так что там уж точно есть чем заняться. Есть еще коллекционные зверьки типа жаб и бабочек, которых тоже надо поискать. Если решишь в это поиграть, тебя ждут квесты, загадки, обучение охоте и травничеству. Ну и убегать от кабанов надо, куда ж без этого. Одним словом, советую скачать. Ну и последняя игра на сегодня Sonic Jump Fever. И она про Соника. Вернее, не только про него. Играть можно еще за нескольких персонажей из синей ежового сеттинга. Среди которых есть и кролик, который вроде как вообще новенький. Суть игры в том, чтобы прыгать вверх по облачкам. По пути, уворачиваясь от того, что может нас убить и собирая золотые кольца и прочие ништяки. Каждый уровень конечен. Так что это не бесконечный прыгательный раннер, а нечто на прохождение. В том числе и кооперативное. Игра качественная, яркая и там есть Соник. Обычно он бегал, а вот теперь запрыгал. На сегодня это все, что я хотел тебе рассказать. Подписывайся, лайкай и играй в хорошие игры. С тобой были Федор Амортис и Николай Подгурский. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!